привет всем короткое такое видео насчет того что получается вот я сделал вот я уже ну как фотография была цветные струны строй получается тампура тампура да и чем он получается этим самым у него есть у него есть басовые струны это соль диез квинтовые это у нас ту диез или ту диез он до квинта квинта соль диез потом бас опять получается как ну как пас и квинта ну в общем там как бы я не музыка поэтому как бы мне все со всеми этими очень очень трудно вот ну как он учит соответственно можно перевернуть его там на заднем плане еще один моноход как раз натягиваю струн на него тут вообще вокруг меня уже получается там три четыре пять шесть семь восемь инструментов наверху у меня еще получается сколько у меня получается три до три монохода три монохода там пять кусли там всякие экспериментальные модели всякая всячина да как я уже рассказывал скрип уже купил себе буду наверное его его останавливать ну как там восстанавливать там немного почистить там натянуть новые струны порожек нужно будет сделать потому что он утерян ну в общем ладно ну вот что по этому инструменту ну вот этот инструмент был сделан специально для одного молодого человека как молодого человека этот ребенок принципе то мы девять лет но как бы как говорят сейчас с особенностями на он там какая-то ночью с особенностями то более ладно и мама его сказала что он как говорится очень сильно откликается на соотношение тампуры то есть получается что идет главный и квинта то есть он где-то примерно д и а ци диез и ги диез ну и соответственно этот самый как его ци ги ну где-то так вот в этом в этом районе мне было как говорится сказано именно нужно было вот такой звук сделать ну как бы сделать то я сделал не знаю вот как как она с по звучанию я сейчас поиграю немного на колени положу поиграю в этом мастерской бардак правда ну вот так ну и соответственно поменяю все это дело и попытаюсь ну и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее почти 9 минут Надеюсь, может кто-нибудь все-таки отзовется Напишет какие-то соображения свои Или там, может быть комментарий какой-то Все-таки интересно слышать мнения людей Потому что, ну как, я делаю это для себя Как у меня это хобби И очень интересно, конечно, когда люди начинают отзываться что-то рассказывать, что-то свое предлагать, да, в некоторых самых случаях вот я уже рассказывал, мне одна моя клиентка я этот продавал мне привез ей свой инструмент она его и она мне говорит а вот можно сделать так вот так, да, то есть получается такой же небольшой инструмент, ну с обоих сторон натянуть струны и причем сделать так, чтобы можно было сидеть так его между ногами, допустим, держать да, то есть и играть с обоих сторон, ну как арфу да, как арфа примерно то есть он и небольшой, и как бы и это самое, ну в общем я там покумекал, покумекал ну в принципе идея эта интересная да, то есть не слишком большой инструмент, он может быть там сантиметров 75, может быть по длине, то есть мензура достаточно хорошая, ну и плюс там какая-то такая штука внизу чтобы можно было, допустим, ложить его на колени но на колени нужно ложить во-первых, во-вторых еще нужно как-то его держать, да то есть чтобы он как бы ну как бы он своими этим самым задерживался ну есть у меня какие-то соображения я сюда сделаю я покажу обязательно если у кого-то есть идеи свои, может быть какие-то наработки да, если не жалко делитесь я как видите делюсь своими всеми этими если кому интересно это гитарные струи струны в принципе да, это это гитарные струны тут нужно всего лишь две с обмоткой и два калибра без обмотки я бы, конечно, мог сказать там, допустим все калибры да, все это самое ну, в принципе это вам не поможет честно скажу потому что во-первых нужно тогда знать точно как вы построили корпус какая у вас дека какая у вас мензура и так далее и так далее и так далее в принципе ну, как бы смысл но это получается гитарная первая струна это вторая гитарная струна да, то есть получается с басовой да басовая первая там басовая гитарная тут я чуть-чуть конечно соврал это у меня ну, как не со зла соврал но как бы то у меня получается она 0.45 по моему и эти вот 0.35 ну в принципе можно было бы сделать конечно 0.4 и 0.35 то есть берете наборы гитарных струн 12 то есть получается есть там девятка десятка 11 12 12 это очень такая очень сильное натяжение они все гитары берут но есть такие наборы то есть я брал это все дело в китае да можно заказать запросто они там пару этих самых как его пару уэров стоили вот и я как бы это самое я уже делал да с такими цветными струнами кто помнит очень очень такая дело такое дело кому интересно если это сам если нужен давайте пишите спрашивайте я если нужно могу дать чертеж так далее ну так как чертеж вам тоже не особо поможет потому что это мое мое такое видение да многие как бы люди этого дела которые делают таки мастера да они как бы говорят не не эта конструкция она как бы примитивно она ну не пойдет ну может быть конечно она примитивная может быть она не пойдет но вот я делаю да такие вот такие делают как и вот уже сколько уже почти пять лет я делаю эти инструменты и вроде бы как бы назад они не приходили мне никто не сообщал что не поломались и и так далее так далее ну пять лет тут принципе хороший этот самый как его одни из первых моих монохордов были сделаны вообще там как бы еще без без какой-либо подгонки так далее они как бы немного косоваты получились но это самое как его люди пока играют и все нормально ладно в общем все я так рассказал немного про этот инструмент но там следующий инструмент я потом буду показывать еще некоторые уже видели сейчас у меня еще один инструмент он и пока без акцентных струн то есть я их пока еще не натяну пока решаю еще что у меня будет то есть получается у меня с инструменты в соль настроена 2 один 65 другой 60 и один инструмент на 60 я его хочу мне я уже настроил на си то есть си и вот решаюсь решаю какой делать акцентные какие три акцентные струны то есть нужно вот немного покумекать потому что си это высокая до уже это самый то есть получается си си 4 до ну по по тюнеру 4 до там это самое как его и вот она такая вот ладно в общем как говорится смотрите кому чего не нужно нужно спрашивайте все пока